8BitDo Pro 2. Это обновленная версия нинтендообразного геймпада с гироскопом, который можно подключать к ПК, Nintendo Switch, Android и iOS. И все это приправлено стиками без мертвых зон, возможностью писать макросы, а также высоким качеством материалов. Но идеальным этот геймпад назвать все же нельзя. Почему? Давайте разбираться. Всем привет, с вами Джон Punch и это обзор 8BitDo Pro 2. 8BitDo Pro 2 поставляется в красивой, плотной, минималистичной коробке. Дизайн геймпада сильно зависит от цвета и в нашем случае это Grey Edition. Я выбрал его из-за наличия букв на кнопках. Ну а поскольку на коробку мы уже насмотрелись, то давайте приступим к распаковке. Верхнюю часть геймпада покрывает защитная пластиковая форма. Глянцевые кнопки геймпада защищены специальной пленкой. Кроме этого в наборе есть USB Type-C кабель, кстати брендированный, который нам пригодится для обновления прошивки, подключения геймпада к компьютеру и зарядки. Но учтите, кабель очень короткий и его длина составляет всего 1 метр. Да-да, вы не ослышались, несмотря на то, что у геймпада есть целая куча подключений по Bluetooth каналам, он также может работать и по кабелю. Только я не могу представить, кому это вообще нужно. Первое, что бросается в глаза у GameSir Pro 2, это конечно же наличие лепестков, которые удачно расположились на нижней части геймпада. С помощью специального ПО на них можно установить как макросы, так и простое дублирование любых клавиш. Форма лепестков, как и усилия для их активации, достаточно продуманы. И лично у меня случайных нажатий пока что не было ни разу, а этим может похвастать далеко не каждый геймпад. Кроме этого, внизу появился маленький переключатель SADX, который позволяет в реальном времени переключаться между разными устройствами, например, между консолью и компьютером, айфоном или андроидом, и делает это в реал-тайме без необходимости выключать геймпад. То есть, если вы, например, только что играли на Nintendo Switch в режиме S и захотели переключиться, например, на ваш ПК в режиме X, достаточно просто передвинуть переключатель, и компьютер тут же подхватит ваш геймпад. Также внизу расположен отсек для батареек, либо специального аккумулятора, который идёт в комплекте. Особенностью родного аккумулятора является его относительно небольшой вес, вместе с которым геймпад весит чуть менее 230 грамм. На верхнем торце геймпада расположился индикатор состояния зарядки, USB Type-C порт, а также кнопка коннекта с Bluetooth-устройствами, которую следует нажимать при сопряжении с новым девайсом. На передней части геймпада мы имеем стандартный набор кнопок любого Switch-контроллера, и новую кнопку по центру, которая отвечает за переключение профилей. В остальном же дизайн полностью повторяет 8Bidu Pro первого поколения, за исключением некоторых мелочей. Например, в этой версии раскраски на кнопках появились буквы, расположенные по стандарту Nintendo Switch. Стики прорезиненные, их высота и чувствительность не изменилась, то есть примерно на 10% жестче, чем у DualShock 4. Крестовина также чуть более тугая, чем у DualShock, но нажимать ее удобно во всех направлениях, в том числе наискос. Кстати, в отличии от первого поколения 8Bidu, 8Bidu Pro 2 может также похвастать новой текстурой. Если в первом поколении это был простой матовый шершавый пластик, то теперь текстура выглядит поинтересней, хотя возможно это потому, что я выбрал такую расцветку. Ведь 8Bidu славится тем, что их расцветка меняет не только лишь цвет, но и текстуру, элементы формы и дизайна. Прежде чем подключать геймпад к вашим устройствам, его следует обновить по кабелю с вашего ПК, используя фирменное ПО, которое необходимо скачать с официального сайта. Нам потребуется две программы, Update Tool и Ultimate Software. Обе они доступны в разделе Support. И начать следует с обновления прошивки, потому что именно прошивка устраняет всяческие баги. Например, 19 апреля вышло обновление, которое устраняет известный наболевший баг 8Bidu, а именно отскок стика к оси. Это когда точка позиционирования стика, находясь близко к оси X или Y, самостоятельно к ней притягивалась, как магнитом. И это, конечно же, могло негативным образом сказываться на геймплее. Но с новой прошивкой, которая вышла также на первую и вторую версию контроллера, данный баг был полностью устранен. Как говорится, не прошло и полгода. Хотя нет, прошло. Но у стиков все еще остались кое-какие моменты, но уже не критичные. Во-первых, у стиков достаточно маленькая битность, 0.0.24. То есть это примерно 41 регистрация положения от центра в любую сторону. И хотя у стиков нет мертвых зон, но зато есть тремор. При этом как бы четко и жестко вы не перемещали стик, точка координат будет метаться со стороны в сторону. И несмотря на то, что отскок к оси был убран в последних патчах, кое-какие калбеки при прохождении осей все же встречаются. Что же касается центрирования стиков, то у геймпада с этим проблем нет. Короче говоря, стики в целом не идеальные, но при этом нет ничего критического. И на моем канале я читал многие отзывы и комментарии подписчиков, да, я читаю все комментарии, которые давно пользуются 8-битду SN30 Pro Plus и не замечали никаких нюансов со стиками и с другими элементами, которым я придираюсь в своих обзорах. А если вы хотите узнать, какие геймпады самые лучшие, а вернее стики каких геймпадов самые лучшие, то на моем канале скоро выйдет большой тест 10 разных геймпадов, стики которых я буду сравнивать и ставить им определенную оценку. Я буду проверять не только лишь мертвые зоны, но также их битность и плавность. И в конечном итоге сделаю своего рода рейтинговую таблицу лучших стиков. Поэтому, если вы уже подписались на мой канал, то не забывайте вдарить по бубенцам, чтобы ничего не пропустить. Ну а вернемся к нашему софту. Обновление прошивки это первое, что вы должны сделать. Ну а второе, это настроить геймпад через ультимативный софт, который позволит вам переназначить любые клавиши геймпада, чтобы например изменить раскладку Nintendo Switch на привычную Xbox. На вкладке Sticks можно установить мертвые зоны стиков и задать их как по внешней, так и по внутренней стороне. Кроме того, вы можете инвертировать стики или даже поменять их местами. Также стик можно поменять местами с крестовиной, естественно программно. На вкладке Triggers можно задать мертвые зоны для курков, которые в отличии от Nintendo Switch Pro контроллера имеют степень нажатия. Но если что, это не работает в Nintendo Switch, потому что Switch не поддерживает степень нажатия курков. На вкладке вибрация мы можем выбрать 5 степеней вибрации каждого из моторов. И вибрируют они как и положено с разной частотой, что предотвращает гашение вибрации. Ну и последняя вкладка Macros, на которой в сравнении с первой версией абсолютно ничего не поменялось. Мы задаем желаемую кнопку, на которую хотим повесить Macros. И далее достаточно долго и много можем чередовать комбинации кнопок, а также время их нажатия. Но к сожалению, стики в этих комбинациях не участвуют, а также нет возможности установить дилей между нажатием кнопок. Но в любом случае и это уже не мало. Чтобы сохранить результат, необходимо нажать кнопку Sync to Controller, которая запишет все в память устройство. При этом для каждого типа подключения можно создать 3 профиля настроек. Переключаться между которыми можно кнопкой Profile. А это значит, что нам доступны по 3 профиля для каждого типа подключения, хотя один тип подключения не настраиваемый. Итого у нас есть 9 профилей. Профилей. Профилей? Профилей. И если с профилями все понятно, то давайте разберемся с типами подключения. Итак, я напомню, сзади нам доступны 4 типа подключения. S это Nintendo Switch. D-input подходит для устройств Android. В то время как X-input это Xbox 360 контроллер. Но есть также и одна темная лошадка под названием A. В документации указано, что это якобы режим для Mac OS. Но что любопытно, в этом режиме геймпад в системе Windows определяется как DualShock 4. Но, к сожалению, программа DS4 Windows в этом режиме то и дело перезагружается. А значит и настроить гироскоп в данном режиме у меня не получилось, как и подключить его к моей PS4. В то время как к Nintendo Switch геймпад подключается без каких-либо нюансов. Работает все. Гироскоп, макросы, профили. Но, к сожалению, в геймпаде нет NFC. А значит, Амибо работать не будут. Опции пробуждения, к сожалению, тоже нет. А это значит, что вы не сможете вывести консоль геймпадом из спящего режима. Зато в отличии от Pro контроллера, данный геймпад предлагает нам макросы и дополнительные лепестки. На андроид же геймпад ведет себя вполне предсказуемо. Курки имеют степень нажатия, стики на осях не залипают. А учитывая наличие макросов, которые при этом записываются в память, во многих играх даже можно читерить. Короче говоря, для андроида геймпад очень даже годный. Особенно если докупить скобу, которая, используя специальные отверстия, позволяет крепить телефон к вашему геймпаду. Купить ее можно как сразу с геймпадом, так и отдельно. Ссылку я оставлю в описании. Что же касается игры на ПК, то здесь геймпад можно подключить вообще в любом из четырех режимов. При этом для того, чтобы активировать прицеливание с помощью гироскопа, достаточно подключить геймпад в режиме Nintendo Switch. Настроить гироскоп можно как через Steam, так и через специальную программу BetterJoy. Поэтому данный геймпад отлично подходит для таких эмуляторов, как Сему или Юзу. А благодаря Steam клиенту, гироскопом можно пользоваться также и в других играх. И заметьте, такой тип управления не считается читерством. При этом, Steam распознает геймпад как Nintendo Switch Pro контроллер. А значит, не обязательно настраивать все вручную, ведь на вкладке сообщества есть готовые пресеты с поддержкой гироскопа. Благодаря чему делать доводку в голову и контролить отдачу становится намного удобней. Но лично я задрот клавы и мыши, и никакой гироскоп мой кривой АИМ на геймпаде, к сожалению, не спасает. Тем не менее, для эмуляторов Nintendo Switch гироскоп москев. И хорошо, что он тут работает. Ну и прежде, чем переходить к выводам, я проведу еще один ASMR-тест, чтобы вы смогли послушать и оценить, как данный геймпад звучит. Субтитры делал DimaTorzok Геймпад качественный, не скрипучий, но вот кнопки ABXY довольно шумные во время тряски, либо когда активируется вибромотор, что, конечно же, многих может раздражать. Но кнопки это мелочи, ведь куда важнее стики. И здесь никаких критических проблем с последним патчем нет, особенно после того, как убрали отскок. Да, у стиков есть тремор, у них маленькая битность, но это видно лишь в синтетике. В реальной игре, если специально не искать эту проблему, вы ее даже, скорее всего, не заметите. А если при этом учесть отсутствие мертвых зон, то, по большому счету, претензий к стикам у меня нет. Стоит ли обновляться с SN30 Pro Plus на Pro 2? Мой ответ – нет. Потому что, по большому счету, вы получаете лепестки, кнопки переключения и кнопку смену профилей на геймпаде. И снимаете ограничения с вкладок на ПО. Но, по большому счету, это тот же SN30 Pro Plus, который точно так же лежит в руке и имеет точно те же характеристики. И еще забыл сказать, что светодиоды у Pro 2 стали чуть более яркими, что, конечно же, тоже плюс. Но, если вы надумали купить себе геймпад и до этого у вас не было никакого, то берите сразу Pro 2, потому что стоит он не намного дороже, а функционала все-таки в нем немного больше. Кстати, ссылку под видео я не буду оставлять на официального продавца 8BitDo, потому что мало того, что они геймпады продают дороже, так еще и скидку мне как блогеру они не захотели предоставлять, несмотря на то, что на их продукцию у меня уже на канале есть довольно успешные обзоры. Поэтому я нашел другого, более сговорчивого продавца на Алиэкспресс, который предоставил мне скидку в 3 доллара. 3 доллара, мать его. Что я делаю не так со своей жизнью? Можете написать в комментариях, что это проплаченный обзор. В целом, 8BitDo Pro 2 стоит своих денег. Паяльник это хороший, качественный и красивый продукт. Да, он не без нюансов, но я всегда найду к чему придраться в своих обзорах. Ибо реальные геймпады не идеальны, а идеальные нереальны. В любом случае, ссылку вы найдете в описании. А в следующем видео я расскажу вам, как чинить дрифт стиков DualSense контроллера без паяльника. С вами был Джон Панч. Всем спасибо за просмотр. Еще увидимся. Пам-парам-пам!